МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Александр Гамоля. Глядите его этим выпуском. Новый призыв сегодня на областном сборном пункте началась отправка во Узбройные силы Республики Беларусь. Инвазивные рослины на Гомельщине активизуется боротьба с Варшевником, Сосновского и Сумником. Молодежное предпринимательство в Гомеле сегодня распочал работу Форум молодых вученых. Кермаш вакансий и мероприемства для незанятых в экономице пройдет 21 мая в Гомеле. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня на областном сборном пункте началась отправка во Узбройные силы Республики Беларусь. Усяго подчас этого призыва погоны наденуть около 800 представников региона. На врачисты митингу побывали наши корреспонденты. Яны приезжают на областный сборный пункт с самой ранницы. У первой партии призывников, які сегодня накеровываются во Узбройные силы, крыху больше, як 100 человек з разных районов Гомельщины. А пошни медицинский огляд и заключения годны до службы у армии. У областном военкомате их называют кандидатами у элиту. Эти призывники будут служить у войсковых частях сил специального призначения, частях Комитета державной безопасности и Суприть поветренной обороны. Але головная навод – не место службы. Для этих молодых людей оборона родимы – не просто слова. У меня никогда не было желания откосить от армии. Я всегда хотел отслужить. И горжусь тем, что у меня получилось попасть в ряды. Призыв на военную службу – новый этап у жития любого человека. В ближайшие полтора года яны научатся не только ходить строем, але и працовать в команде, ушановывать армейское братерство и гонориться своей приналежностью до белорусской армии. Им придется забыть про постоянное корыстание компьютерами и сотовыми телефонами и больше часу проводить на физичных тренировках. Я грамадянин Республики Беларусь, усведомляю особистую отказность за оборону суверенитету и территориальной целостности краины. Гэты словы з урошистого обязанья, якое призывники повторяют подчас урошистого митингу, теперь станут сенсом их армейского життя. В военных комиссариатах отработана система отбора. К сожалению, демографическая ситуация с молодыми людьми в Республике Беларусь напряженная и остается. Но максимальное количество здоровых, годных ребят Гомельсины мы сегодня и в последующие дни до 31 мая отправим в вооруженные силы. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. На Гомельсине активизуется боротьба с рослинами, которые погрожают биологичные разностальности и уявляют погрозу для здоровья человека. В приватности разговор идет об барщевнику Сосновского и Сумнику, которые насельство выкористовывает для упрыхоживания присядебных участков. Разом с экологами ситуацию оценил Олег Сентюров. Постану на сегодняшний день инвазивные рослины займаются на Гомельсине коля 120 гектаров. Для боротьбы с зимой заборосного бюджета на этот год выдатковано 28,5 тысяч рублей, а при этом часть работ за властный корж приведут землекристальники. Борщевник Сосновского распрощающего на территории практически всей Европы лечится, что это самая агрессивная инвазивная рослина, а для его покутая не только экосистема, а и здоровье людей. Причем разума не только об опеках, которые покидают борщевник, и он вытесняет редкие виды рослин, а так само ягоды и грибы из лесов. Луги становятся непродуктивными, молоко, которое отрывается от коров, которое селкуется борщевником, становится горким. Есть навык звездки про то, что оно может привести до бесплодия. Борщевник с борщевником началась в 2009 году, а в последний час она явно активизовалась у якости подтверждения конкретных приходов. Данное растение произрастало только на землях ОАО «Северный Альянс» в размере 14 гектар. Но землепользователям были предприняты все меры по уничтожению данного вида растений. Он применил способ как механический, так и химический. Также он раскорчевал древесно-кустарниковую растительность и вовлек в сельхозоборот данные земли, и засадил это кукурузой. Все это помогло сократить площадь борщевика на 10 гектар только на данном земельном участке. На Гомичине борщевник Сосновского не выявленный только в Брагинском, Наравлянском и Ильичском районах. А порчая его до инвазивных видов относит так само сумник канадский, а русский золотарник. Это растение с желтыми цветками. Шмак кто упрыгоживает полисадники. Официально на Гомичине она займает всего около 6 гектаров, но каждая рослина дает до 20 тысяч насенья. Небеспечность сумника для здоровья человека в том, что это очень мощный аллерген. Благодаря проведенному экологами мониторингу, сегодня докладно вядомые все территории, занятые инвазивными видами. Со стороны территориальных органов медприроды в настоящее время активно проводятся мероприятия технического, технологического поверочного характера. Каждому землепользователю, на землях которых произрастают инвазивные растения, будут выданы и уже выдаются предписания со сроком конкретного исполнения. В случае, если данные предписания не будут выполнены, руководители данных субъектов хозяйственной привлекаются к административной ответственности. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель». От распроцовки сайта об здоровом харчевании до створения биокамина у «Гомеля» вызначили переможцев 11-го чемпионата стартап-проектов «Молодь и предпринимательства». Двухденный форум проходил в Белорусском гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. И до этого влечения коля не был таким представительным, а журы настолько строгим. Об напруженном с поборницей сюжет Марины Джалы. Градус на опружение повелишивался с кожным этапом. Кто мацнейший, было неведомо до самого финала. 170 юнаковых девушек из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Грузии доказывали житяздольность своих стартапов перед вельми профессийным, а не отзвучившись строгим журы. Судейская коллега одиноголосно стверждает, вельми важно продоставить свой проект якосно, бо на шляху до перемоги неуполненностью сапсовать можно сам и на первый погляд житяздольный стартап. Очень важно, что они стали намного смелее в этом году, более предметные стали подачи, очень все подметили. То есть такой вот проект, который ни о чем здесь практически не было. Очень нравится, что люди уже готовятся к тому, что они выходят в бизнес. Это вот главная идея этого года. От удельников никто не потребовал реализованного стартапа, хотя многие из представленных бизнес-проектов уже приносят своим уластникам прибыток. Головное, делятся думками члены журы, как студенты докладно разумели, какая идея практичная, а какая – не. Есть проекты, которые уже приносят доход. Есть проекты, которые настолько высокотехнологичны, что даже не верится, что это выступают студенты. На чемпионате стартап-проектов присутнейший у старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин. И он рассказал, какие махшимости открыются перед финалистами форума одразу после его завершения. Делегация Республиканской конфедерации предпринимательства в конце мая вылетает в Нью-Йорк, Филадельфию для участия в Евразийско-американской инновационной неделе. Это уже 23-й раз. И мы сформировали пакет деловых предложений для инвесторов, презентуем Беларусь. И три проекта победителя мы включили и опубликуем, доведем до широкой общественности, ну, как поощрение вот этих стартапов, которые здесь победили. Про замыгнение после записи этого интервью ведущая приступила до объявления переможцев. Третье место заняла команда Скаргандинского державного университета имя академика Букетова. И она придумала вось такие подарунки в бокс. Тут присмаки и рычи, которые нагадывают о Брадиме. Верблюдже сушеный творог, шоколад, шкатулка с национальным орнаментом, стяг и многое иншее. Проект различен на выходцы из Казахстана, которые живут в инших краинах, алису муть в Парадиме. Другое место у Гамильшан, студентов Белорусского державного университета транспорта. Яны – авторы проекта по створению биокаминов. Кажут, что аналогичных никто в Украине не выпускает. И на реште перемога у российской команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Так супала, что именно с этими девочинами мы записали интервью еще до початку с поборництва. Студентки створили сайты об здоровом харчевании и уже отримливают прибыток от рекламы. Для нас это тоже особая радость, потому что мы с вами уже познакомились и уже за вас болели. Мы вас поздравляем всей нашей командой тоже. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Мы счастливы просто. Да, мы не ожидали на самом деле такого. А вот благодаря чему, как вы считаете, досталась вам победа? Упорству. Упорному труду и бессонном началу. Мы второй год уже пытаемся получить эту победу, и у нас это получилось. Вот вы не зря говорили, что вы чуть-чуть не дотянули. Да, да, забрали свое. Застается пожадать, как бы все интересные и нестандартные бизнес-эдеи в особенности удающие проекты. Вот чемпионат молодой предпринимательства – плясовка для практичной реализации стартапов. По коль же в Белорусском Гондлево-Экономическом университете с поживецкой кооперацией протягивает кипеть творшая и интеллектуальная работа. Тут проходит международный тдень молодежного предпринимательства. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокампания «Гомель». Дарыш и сегодня в рамках международного тдня молодежного предпринимательства в «Гомеле» распочал работу форум молодых вученых. Улика удельников, каля 100 навыковцев з шести краин света. Восьмый год запор Белорусский Гондлево-Экономический университет с поживецкой кооперацией организует плясовку для презентации сучасных навыковых доследований у сферы сусветной и национальной экономики. Тут своим опытом с молодыми вучеными делятся ведучие специалисты буйных предпринимательства Гомельского региона, эксперты и предпринимательники из Беларуси и других краин. Мы всегда подчеркиваем, что мы практикоориентированный университет. И нам очень приятно, что в форуме всегда участвуют и практики. Например, в этом году очень активное участие принимают представители Белорусского металлургического завода. И для нас очень важно, что наши флагманы, предприятия, которые создают потенциал всего региона, что они понимают, насколько важны научные исследования в области экономики, в их деятельности. Свои распроцовки на форуме проставят так само и молодые вучены. Самые актуальные и практикоориентованные проекты будут означены дипломами. Абсолютно все удельники отримают сертификаты и доведки об апробации их навыковых доследований. У Гомеля снова пройдет кермаш вакансий. Мероприемство для незанятых в экономике отбудется 21 мая. На этот раз вакансии пропануя открытое акционерное товарыство «Гомель Жалезобетон». К этому предприемству потребны электрогазосварщик, слесар, машинист мостового крана и другие специалисты. День предприемства у наступной авторок пройдет с 10 ранницы до 12 годин в городском управлении по праце, занятости и социальной обороне на пролетарской 18. Как стать следшим? Кольким может протягиваться расследование криминальной справы? И что робит следший на месте здарения? На это и иншее пытание откажет начальник управления Следшего комитета по Гомельской области Сергей Паско. У пятницу, 17 мая, у редакции газеты «Гомельская правда» будет организована промая-телефонная линия. И она будет працевать с 10 до 11 годин. Звернуться можно по телефоне 33 26 89. Так само свои пытания можно дослать на адрес электронной пошты за знакой промая-линия. Сегодня, 15 мая, у свете означается Международный день семьи. 26 год тому свято было официально установлено Генеральной ассамблеей ААМ. У нашей краине зараз денежная держпрограмма «Здоровье народа и демографичная обеспека Республики Беларусь». Распрацевана она до 2020 года. Основная задача – полепшить демографичный потенциал и умоцовать институт семьи. В 2018 году в Гомельской области было створено маль 9 тысяч семья. У первоважности шлюбы заключались помеж беларусами. Однако регистровались и Межнациональные союзы с гражданами России, Украины, Израиля, Германии, Литвы, Турции и других держав. Для заключения шлюбу половы молодых выбирают период с червяня по веросянь. Яны улишивают не только пару года, а и религийные святы и народные прикметы. Протягивается тенденция повеличения среднего взросла уступления у первый шлюб. Створяют семьи жихары в области первоважного взросла от 20 до 29 годов. Серый неузрост мати при народжении первого детяки – 26 годов. Другого и наступных детей народжают после 30. 15 детей народилися у женщин старейших за 45 годов. По черговости народжения шостыми и больше народилися 155 детей. Усяго в минулом году в Гомельской области заявилось на свет 14,5 тысяч маленьких жихаров. Хлопчиков уже традиционно больше, чем девчонок. У структуры споживецких выдатков основные затраты семьи у нашего региона приходятся на харчевание. На другой позиции промысловые товары – одень, обуток, посуд и мебля. На третьем ротку – оплата послуг. Шостый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор» стартовал у Гомеля. У спооборництвы удельничают 13 команд школьников из Беларуси, России и Украины – знавцев основ христианской культуры. Организаторами турнира выступают Гомельская епархия, управление аддукацией, Палоцтворшести дятей и молоди и клуб интеллектуальных гульнях «Белая рысь». Починаючи с 2014 года турнир «Фавор» з'является яскравым подтверждением одинства духу и веры – жадание молоди переодолевать разноголосие и сябровать с братскими народами. Тема селетней гульни гушить, як 265 годов дня народжения святого пропадобного Серафима Саровского. А кроме интеллектуальных гульнях, программа турнира включает знаемство со славутостями Гомельщины и вздымки тематичного выпуска телевикторыны «Рудит-пятерка». Не прошло и недели после окончания чемпионата Европы, на котором, кстати, наши ребята взяли золото по брейн-рингу, а вот не прошло и недели, как мы снова возвращаемся к нашему уникальнейшему проекту, которого нет нигде. Это «Фавор» по благословению Преосвященного Павла, Владыка Стефан поддерживает. Причем все это не в олимпиадной форме, не один человек работает, работает команда. Это очень важно, потому что мало того, что ребята соревнуются между собой в знаниях православной культуры, так они еще привыкают работать в команде и делятся, по сути, знаниями. Мы, безусловно, рады, что наш турнир приобретает статус международного. У нас три команды из России. Это Старый Оскол, Брянск и Краснодар. Команда из Украины, город Нежин. Ну и, безусловно, наши белорусы, они тоже порадовали своей активностью. По словам организаторов, подобные турниры саденчаются духовному и интеллектуальному развитию молодца, так само по ширению веда у школьника у сферы христианской культуры. Выники турниру «Фавор» подведутся в пятницу, 17 мая. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Ценные иконы изъяли у жительницы Украины сотрудники гомельской таможни. Историко-культурные ценности были спрятаны в обычном чемодане пассажира автобуса «Киев-Гомель». В пункте пропуска «Новая Гута» при проведении таможенного контроля выяснилось, что багаж гражданки содержит товары, запрещенные к перемещению. На дне чемодана таможенники обнаружили семь икон периода царской России конца 19-го – начала 20-го века, завернутые в ткань. Эксперты установили, что иконы относятся к категории культурных ценностей. «Среди икон есть и такие редкие экземпляры, как икона подокладная «Святая Троица Отечества» в серебряном окладе, икона Божией Матери Троиручница и икона в память чудесного избавления Господом». Перевозчица призналась, что чемодан ее попросили доставить в Беларусь знакомой, и женщина даже не знала о ценности содержимого. По этому поводу сейчас ведется проверка. Иконы специалисты оценили в 3,5 тысячи долларов США, что превышает установленные нормы беспошлиного ввоза товаров. Начат административный процесс, иконы изъяты до решения суда. Висел на крючке и попался с поличным. Сотрудники ОМОНа совместно с оперативниками наркоконтроля задержали гомельчанина на момент сбыта наркотика. Мужчина продал гашиш 23-летнему жителю областного центра возле одного из игровых клубов на улице Интернациональной. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является опасным наркотическим средством гашиш общим весом менее 1 грамма. В отношении задержанного гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Головного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов». В Гомеле задержан водитель, который накануне сбил велосипедиста. Наезд случился на улице Войсковой. 51-летний владелец велосипеда скончался на месте происшествия. Как оказалось, мужчина попал под грузовой автомобиль. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют следователи и обращаются к тем, кто стал свидетелем наезда с просьбой позвонить Следственное управление по телефонам, указанным на экране. Такой обзор основных происшествий за сутки. А я, Руслан Габрилев, благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Виктория Шимановская покидает гонбольный клуб «Гомель». Со следующего сезона линейная будет защищать цвета Тольяттинской лады. Новичка представила пресс-служба российского клуба. 25-летняя белорусская станет первым легионером в стане команды за последние пять сезонов. В «Гомеле» Виктория Шимановская провела шесть сезонов. За это время вместе с командой она трижды стала чемпионкой Беларуси. И столько же раз побеждала в Кубке. В нынешнем сезоне линейная сборная Беларуси стала самой результативной в составе «Гомеля». 159 голов. И в итоговом списке бомбардиров чемпионата она располагается на четвертой позиции. Виктория Шимановская проведет в составе «Гомеля» еще два поединка в финале четырех Кубка страны. К ладе гонболистка присоединится после отпуска. В «Гомеле» сегодня завершились чемпионаты первенства. В «Гомельской области» по гребле на Байдарках и Каное соревнования проходили на грибном канале в Якубовке. В обоих стартах приняли участие около 260 человек. В первенстве состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. Из лучших гребцов сформируют сборную области, которая примет участие в спартакиаде школьников. Она пройдет в «Гомеле» с 12 по 14 июня. В чемпионате соревнуются взрослые спортсмены, а также молодежь. Семнейшие гребцы сейчас отсутствуют. Они царенаправленно готовятся к чемпионату Белоруссии, первенству среди юниоров и молодежи до 23 лет. Оба старта пройдут с 29 мая по 2 июня на грибном канале в Заславле. И будут главные репетиции перед вторыми европейскими играми. Вот то, что касается юниоров и молодежи, мы на прошлой неделе провели первенство в Гомельской области, где уже команда отобрана для участия также в первенстве Республики Беларусь, которая состоится в одни сроки с чемпионатом Беларуси, это 29 мая по 2 июня, и где уже будет, скажем, формирована команда для участия в чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет. Затем у них еще в этом сезоне в городе Баска и Румыния состоится чемпионат мира среди юниоров и молодежи до 23 лет. Взрослые наши спортсмены также принимают участие, как я уже говорил ранее, в чемпионате Республики Беларусь. Затем во вторых европейских играх и основной старт, где состоится отбор на Олимпийские игры, это чемпионат мира, который состоится в Сегете в августе месяце, это в Янгве. Республиканская матчевая встреча по одной из дисциплин конного спорта. Выездки пройдет в Гомеле. Состязаться спортсмены будут в областном центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Награды будут оспаривать пять команд хозяева, а также дружины Витебска и Гродненской областей. Столичный регион представят две команды. 17 мая соревнования стартуют в 10.00, 18 мая – в 9.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!